Играет музыка Итак, во-первых, приветствую вас в этом доме. Честно говоря, в нашей школе есть спортивный зал, есть конференц-зал, но мы целенаправленно не собирали вас там. Потому что все это пристройка 50-летней давности не имеет никакого отношения к Дому Пашковых. Вы находитесь сейчас в вестибюле Дома Пашковых, потому что буквально слева от вас была парадная лестница, которая вела сюда в дом, и сюда уже входили гости. Мы с вами входим через уже лестницу для прислуги, через черный вход, как, в общем-то, в советские годы везде были. Итак, позвольте вас познакомить немного с этим особняком. Здесь мы с вами видим план Петербурга 13-го года. И вот если таким вот знаком обозначено место, где находится сейчас Дом Пашковых и ныне школа 560. Когда-то это называлось Ломанский переулок, сейчас улица Колесара-Смирнова. Ну, школа здесь под этим номером существует всего 30 лет, 1988 года. Но вообще странно, что, согласитесь, такое место, промышленная зона. Здесь заводы Кёнига, Нобеля, Эриксона и так далее стояли. И вдруг особняк. Собственно говоря, Пашковы, видимо, первые аристократы, которые поселились на Выборгской стороне, если не последние. Здесь мы с вами видим, как выглядит этот дом зимой. Это было несколько лет назад, мы сфотографировали. Хочу сказать, что изначально мы видели в справочниках, писалось так, что этот дом по улице Комиссара-Смирнова, 17, типовое школьное здание, построенное в 30-е годы 20-го века. Но если это типовая школа, то мне кажется, что современные школы совсем атипичные. У нас, конечно, возникло сомнение. И вот вы сейчас находитесь в том историческом месте, где 20 лет назад начали делать ремонт. Как вы знаете, раньше в зданиях были обои, и здесь тоже были обои. Обои всегда клеили на газеты старые. И вот, сковырнув старые газеты, увидели газеты 1897 года. Естественно, стали копать, выяснять, как так. Не может же, что в 1937 году, когда строили здание, его клеили газетами с распределенностью. Начали раскапывать, раскопки нас увидели далеко. Давайте двигаться дальше. Значит, мы познакомились с таким человеком, ну, ныне уже покойным, Михаил Михайлович Стахович. Человек уникальный, который в одном из своих интервью рассказал, что он родился в Риме и воспитывался в доме Пашковых в Зальцбурге. То есть он вырос в этом доме, он хорошо знал сыновей, внуков Василия Александровича, общался с ними. Ну, и поскольку Михаил Михайловичу было 92 года, мы уже поехали к нему в гости. Это вот у него в гостях, со Сурваной Ивановной, сила Пальна Михайловка, Римецкая область и под Ельцом. Там мы узнали, конечно, много интересного. Ну, во-первых, он нам зачитывал выдержки воспоминаний своего отца, который в этом доме рос. И он рассказывал, как они тут с младшими Пашковыми веселились, играли, дрались. Как плохо учились Пашковы, сыновья. И даже подарил несколько учебников, по которым они учились, с их пометками. С любовными записками, с признанием любить девочкам и так далее. Все, как бывает у всех в школе. Дальше нас повело, это исследование повело дальше. Это племянница Михаила Михайловича Стаховича. Она живет в Зальцбурге. И у нее оказался архив Пашковых. Дело в том, что последняя из рода Пашковых умерла в 2012 году. Ей было 88 лет. И больше потомков Пашковых не осталось. И все, что у нее осталось, она умерла в Эфиопии, передали потом по почте вот сюда, в Зальцбург, куда мы приехали, разбирались с этим архивом. Там было много писем, паспорта Пашковых, фотографий. Электрофотографии нас просто поразили. Кроме того, у нас был такой большой вопрос, собственно говоря, о том, где закончил жизнь самого Василия Александровича. Потому что во многих источниках пишут то Париж, то Рим, где-то даже Лондон написан и так далее. Но мы на свой страх и рис поехали в Рим. И сами буквально на могиле Пашковых, барбище, это сдача в Риме. Удостовели, что он все-таки лежит там. Могила в отличном состоянии, да, очень хорошо поддерживаются. Ну, надо сдача все могилы в хорошем состоянии. Он в хорошей компании лежит. Там Сын Гёте, там Перси Бешелли и многие другие. Далее нас повела судьба уже в поместье Пашковых Нижегородского Светошкина. Там тоже живет такой фанатичный исследователь семьи Пашковых. И, кстати, именно там мы стали говорить правильно. Не Пашкова, а Пашкова. Есть серьезная разница между фамилиями. Фамилия Пашковых – это крестьянская казацкая фамилия, которая происходит от прозвища Пашко. А фамилия Пашковы – это ответвление польского дворянского рода Пашкевичей. Ну, вот здесь мы видим, в каком состоянии дворец Пашковых Нижегородской области на сегодняшний день находится. Его сожгли в 90-е годы, уничтожили, к сожалению. Здесь мы с вами видим фотографию Василия Александровича Пашкова, хозяина нашего особняка, который, собственно говоря, он не строил этот дом. Этот дом построил его предшественник Петр Шиманский, статский советник. Пашков его купил в 70-е годы 19-го века. Видим кавалергарда Пашкова. Это изборника кавалергардов, как раз фотография молодая. И уже Василия Александровича в возрасте. Итак, в 70-е годы он покупает этот особняк и перестраивает его таким вот образом. Перестраивали особняк трижды. Наверное, вы даже знаете архитекторов, кто поинтересуется архитектурой. Шамбахер, Монтандер – это достаточно известные архитекторы конца 19-го, начала 20-го века. И обратите внимание, что вот здесь эта фотография со стороны Выборгского сада. Видите, две чугунные лестницы, витые, которые ведут на, собственно говоря, пелетаж, там, где встречали гостей. Наверху, третий этаж современный, это уже комнаты хозяйские и нижний этаж, особенные помещения, куда вы входили, собственно говоря. Вот так выглядел архитект в начале 20-го века. Надо сказать, что с вами Василий Александровичем случилась, как вы знаете, неприятность. Его в 1886 году изгнали из России. Связано это было с политикой Александра Третьего, который, в общем-то, всех проповедовавших иной религии старался изгнать за пределы страны, потому что шла русификация, шло насильственное привлечение к православной церкви и так далее. Но Пашков уехал, уехал, жил в Австрии, в Италии, во Франции. И вот эта уникальная фотография, мы с вами видим его, Пашков сам управляет на Козлах. Это такой передвижной дом его, с которым он ездил по Европе, проповедуя. Фактически в конце своих дней. Вот это объезд в один из городов по Франции. Но он пока еще не выездил никакой, не все города Франции объехали. Фотография оригинальная, да, она у нас хранится в школе. Это замок Йоханнес-шлосс, который Пашков купил в конце 19 века в Сальцбурге. Это бывший монастырь католический. Пашков его приобрел, и как раз в этом доме жили его внуки после революции, вынужденные микрировать за границу. Ну, внуки, ему надо сказать, что их судьба не очень задалась. Они владели таксомоторной фирмой во Франции, в Париже, но прогорели. И, собственно говоря, доживали свою жизнь вот в Зальцбурге. В этом доме как раз и рос Михаил Михайлович Стахович, который нас вывел на селье Пашковых. Это еще одна уникальная фотография. Есть такой краеведческий музей в селе Воскресенской республики Башкортостан. Это село тоже принадлежало раньше Пашковым. Мы связались с местным краеведом, который фанатично собирает все, что связано с Пашковыми. Он нам прислал эти фотографии, но так случилось, что мы получили фотографии в начале декабря, а в середине декабря он умер. И у нас не было возможности продолжить с ним сотрудничество. Но, вы знаете, мне кажется, что у нас все складывается в этом плане хорошо. С Михаилом Михайловичем познакомились с заботой его смерти и всю информацию, которую мы уже было получить, получили. От села Воскресенского мы тоже получили те фотографии, которые нам не были необходимы. Мы видим младшего единственного сына Василия Александра Васильевича Пашкова. И он стоит как раз на входе, в котором мы входили только что в школу. Это вот вид с улицы Комиссара Смирного, Слованского, Перелока. И туда уходит ограда нынешнего Руберского сада. Ну, это примерно начало 20 века. Козырек, да. Козырека уже нет. А вот здесь несколько фотографий уникальных совершенно, которые мы привезли тоже из Зальцбурга. Вернее, фотографии нам не отдали, мы их отсканировали. Это внутреннее убранство дома Пашковых. Но вы видите, насколько аскетично жили Пашковы, хотя они входили в десятку самых богатых семей России. У них были дворцы в Москве, в Санкт-Петербурге. Но после гнания Василия Александровича они перестали вести светскую жизнь и переселились сюда, на выборскую сторону. Переехали. Вообще, изначально этот дом не предполагался до проживания. Здесь были столовые, дешевая столовая. Здесь находились мастерские для малоимущих женщин. Ясли, куда эти женщины могли отдавать детей. И находился кабинет самого хозяина. Вот если кто-то там сидит, вот как раз в том проходе, это кабинет хозяина бывший. Такой маленький, небольшой. И видите, насколько скромно они жили, когда переехали сюда, в этот дом. Да, вот они все. И спальня, да, хозяйская. Где-то тоже здесь. Но поскольку после революции сначала здесь был приемник-распределитель для беспризорников, затем школа, публичное заводское училище, школа номер 16, школа номер 94, здесь была 107-я школа некоторое время находилась, то, естественно, здание много раз тут меняло, да, свои очертания. Внутри какие-то появлялись перегородки, убирались и так далее. Но мы находим, иногда видим такие места, где явно что-то заделано, застроено. Ну, и вот, собственно говоря, так выглядит Ассамин Пашкова на сегодняшний день, в котором вы присутствуете. Всего вам большое спасибо. Пока настраивают, я скажу, что предыдущий докладчик представил просто уникальный материал, потому что я знакомый с отечественными и зарубежными историками по данной теме, и вот фотографии, которые были предоставлены, они действительно носят уникальный характер. Ну, опять-таки, у меня всего 15 минут, о Пашкове за это время тяжело рассказать, поэтому я скорее буду тесно обозначать. Некоторые моменты, но годы жизни 1831-1902, хотя в исторической теории частенько встречается точка зрения, что он родился в 1832 году, но мы видели его могилу, где написано 1831 год. Пашков известен как религиозный деятель, руководитель движения пашковцев, кавалер-гард, отставной гвардии полковник, крупнейший земляноделец Российской империи и заводчик. Также богатый человек. Это следующий слайд. Его детствия мы знаем очень мало, известно, что он учился в Пажевском корпусе, это элитное учебно-военное учреждение Царской России, и в 1849 году он закончил его вторым учеником, за это его имя было высечено на мраморной доске, после этого он поступил в кавалер-гардский полк, это самый аристоклический из гвардейских полков на тот момент. На следующий слайд. Эта фотография тоже довольно редко встречаемая. Ранее я отмечал, что Пашков, иногда я могу сказать Пашков, дело в том, что здесь я впервые услышал, что точно известно, как его фамилия произносится, мои зарубежные коллеги говорят Пашков, российские историки иногда говорят Пашков, поэтому могут быть разночтения. Очень рад, что здесь смог точно узнать, какая фамилия, как фамилия на самом деле читается. Я ранее говорил, что Пашков был руководителем движения Пашков. Что это за движение, я сейчас скажу, но при этом нужно отметить, что во второй половине 19 века в Российской империи возникают различные религиозные движения. Основные причины, только обозначу, по которым эти движения возникли, это первое, это самое главное, пожалуй, слабость православной церкви, это отмечают различные историки, то есть она была в плачевном состоянии и не могла удовлетворить духовные потребности людей, которые у них возникали. Безусловно, вторая половина 19 века это время духовных исцканий, как среди высшего сословия, так и среди простых людей. Это также повлиял перевод Библии или частей на русский язык. Люди смогли читать Библию, видеть, что то, что написано в Библии, не соотносится с действительностью, то, как себя вела и позиционировала православная церковь. И, собственно, возникли такие религиозные движения, как баптизм и штундизм, и пашковцы. Были и другие движения. Как зародилось движение, в 1874 году в Санкт-Петербург приезжает английский пропоредник Лорд Рейстер. Главное в основе его проповеди это оправдание веры в искупительную жертву на колгофе Иисуса Христа. Он говорит о том, что Иисус любит грешников, при этом тогда в православии позиционировалось, что на первом месте. Обрядность, добрые дела. То есть здесь была геометрально противоположная тезис. Его последователями становились люди с высшего общества, перечисли лишь некоторых. Ранее я обозначал это Василий Александрович Пашков. Также его последователем стал граф, церемониймейстер, церемониймейстер, императорского двора, Модест Модестевич Корф, который, замечу, был сыном небезызвестного Модеста Александровича Корфа государственного деятеля. Также министр путей сообщений, генерал-лейтенант и граф Алексей Павлович Боблинский, княгиня Вера Федоровна Гагалина, княгиня Наталья Федоровна Ривин и другие. Опять-таки, все-таки хочется отметить, почему высшее общество обратилось к религиозным исканиям и это привело их к движению башковцев. Отмечу, что до 1878 года, до того момента, когда Рестак был в России, их называли рестатистами. После башковцев, при этом сами они себя так не предпочитали называть, это дали внешние наблюдатели. Здесь нужно отметить, что, опять-таки, та же причина, были религиозные искания, при этом православная церковь не могла удовлетворить их. Тот же православный исследователь Революционный Терлецкий пишет, что высшее общество предпочитало обращаться в протестантские церкви, нежели в православные. Опять-таки, башковцы были не одни на данном этапе, были люди, которые также были в стадии духовных исканий. Это тот же Рев Николай Толстой, например, известный классик и великий русский писатель, он тоже искал свою веру, православим он не удовлетворялся, создал собственное учение толстовства. Была, также наблюдалась идея соединения исторической церкви с философией, это религиозные философские собрания, и тот же Мережковский, как таковой пример, можно сюда привести. Нужно отметить, как Василий Александрович Башков обратился в то учение и стал последователем Редстака. Отмечалось ранее, что, из воспоминаний Корфа, что он не очень хорошо относился к религии, был скептически к ней настроен, и для этого он уехал в свое московское имение. Однако он приехал, увидел его, Редстака, у себя дома, так как, повторю, его жена была Александра Ивановна Пашкова, последовательницей Редстака. Далее мы читаем у Софии Ливин воспоминания, что Редстак предложил помолиться, эта молитва подействовала на Пашкова, и он понял, что он грешник, попросил его прощения, и, как пишет София Ливин, стал спасенным. Перемены, которые произошли, это отмечают различные люди, это, например, Мадель Смодельсович Корфу, ближайший соратник, и друг, он пишет, что он очень часто вставал ровно утром, и по два часа проводил за чтением Библии и молитвы. София Ливин пишет, что он стал возвращать Евангелие, а журналист Животов в 1891 году отмечал, что он во многом стал себе отказывать, перестал курить, путить и посещать театр. Также он стал материально помогать нуждающим людям, так как был очень богатым человеком. Ну, опять-таки, вот деятельность пашковцев, того религиозного движения, руководителем которого был Пашков. Их деятельность протекала в поместьях, то есть это были богатые люди, у них были свои поместья, они там делали благотворительные акции, и при этом говорили о Боге. Во всех своей деятельностях они благодействовали, говорили о Неме о Боге. Это в тюрьмах, в больницах, среди бездомных, открывали дешевые столовые, говорили о Боге среди извозчиков, открывали швейные мастерские, наблюдалась деятельность среди бедных студентов. Бедных также студентов, они основали журнал «Русский рабочий», а также общество поощрения духовно-нравственного чтения. Дальше. Мы рассмотрим, так как у меня вообще мало времени, мы рассмотрим деятельность пашковцев через призму самого Пашкова. Именно там, где он принимал участие, то мы возьмем только некоторые аспекты его деятельности. Вот здесь мы видим, с Российской национальной библиотеки я фотографировал, это журнал «Стрекоза», и здесь появилась карикатура религиозной беседы Пашкова. Нужно отметить, что у пашковцев было два типа религиозных богослужений, или бесед. Это первое для тех, кто уже стал последователем Пашкова или Редстека, то есть там тематика была определенная, и было для всех людей, которые, возможно, впервые слышали о Боге, то есть что сейчас называется евангелизация, евангелизационное собрание. Очень много оставлено, ну достаточно много оставлено воспоминаний современников, и, наверное, единственный такой факт, который часто современники замечают и отмечают, что на этих собраниях присутствуют люди различных сословий, от бедных до богатых. Вот я здесь специально выделил, вот здесь мы видим старичка, да, бедного кого-то, там дальше люди с высшего света, там мы наблюдаем студента в очках, да, то есть различные социальные классы и слои. Здесь мы видим, опять-таки, высший свет, вот представитель военный, и он там вот гимназист, да, такой вот в пиджаке. Вот, дальше. Основная тематика, опять-таки, проповедей на этих собраниях, он, Пашков, он не выдавался в догматик, он говорил о важнейших библейских истинах, евангельских истинах, то, что Христос любит грешников, им нужно покалиться и получить спасение, которое Христос им даровал, свои жертвы на Голгофском кресте. Не, не нужно сказать. Это дешевые столовые. Опять-таки, это вот школа, где мы находимся, это дом Пашкова на оборудовской стороне. Пашков открыл столовую у себя дома. Значит, что столовые себе представляли? Это были дешевые столовые, где рабочие, студенты и другие нуждающие люди могли за небольшую плату неплохо покушать. На стенах, как отмечают, висели близкие стихи, и во время того, как люди ели, им говорили о боне. Это, опять-таки, это школа, где мы находимся, ранее дом Пашкова. Это фото после 1945 года. Общество поощрения духовно-нравственное чтение. Оно было основано по идее Пашкова, и он был его председателем изначально. Что из себя представляет общество? Оно издавало духовно-нравственную литературу. Большую часть это были духовно-нравственные брошюры различного содержания, как собственного сочинения, так и переводные, из Пенжин, другие проповедники известные. Также издавались книги, но не менее, издавались в основном брошюре. Например, «Путешествие пилигримы», известная христианская книга. Общий тираж, как отмечают историки, за все годы деятельности превышал 1 миллион экземпляров. Данные брошюры имели успехи среди таких религиозных движений, как партизм, аллоканство, тоже активно пользуясь. И вообще брошюры имели активный успех. Ну, так как фестиваль музыкальный, я решил отметить и выделить ДКПЦ Воколова как место музыки в движении пашковцев. Вот здесь мы видим любимые стихи 1882 года издания. Это сборник стихов пашковцев. Эти стихи были... Сборник был издан «Общественное поощрение духовного ростного чтения», о котором мы ранее говорили. Я, кстати, сравнил. Некоторые песни совпадают с песней «Возрождение». Это известный сборник песен, который в англоиско-паптистских церквах используется. То есть там некоторые песни совпадают. Вот. И они используются также, опять-таки, другими религиозными течениями. Я думаю, здесь можно зачитать отрывок из воспоминаний Ривина. Она пишет «Собрание», то есть собрание пашковцев, «Сопровождалось пение. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка и евангельские песни, призывающие ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на ней Божией Александра Ивановна Бейкер. Трое из молодых девушек были дочерью хозяина дома, Пашкова. Трое — дочерью министра юстиции, графа Палина и две княжных корицы. Можешь дальше. Ну, я решил уделить аспект на это преследование. Пашкова в большую роль сыграл обер-прокурор Слежащего Синода Победоносцев. В 1877 году отмечает православный следователь Терлецкий, что правительство поручило церковной власти обещать Пашкову и его единомышленников оставить их заблуждение и присоединиться к церкви. В 1850 году по приказу Александра Второго было создано особое совещание, опять-таки ключевую деятельность в нем Победоносцев принимал, которое должно было разработать проект по тому, как пресечь религиозную деятельность Пашкова. Собственно, 5 июня 1850 года Пашков на время покидает Россию. Также петербургское духовенство специально, чтобы противодействовать пашковцам, и Пашков проводила беседы, где разбирала в кавычках лжевое учение пашковцев и наставляла прихожанам вере. Нужно отметить, что ранее я говорил про брошюры, эту идею подхватили православные и тоже стали сдавать дешевые брошюры для народа. Да, кстати, эти брошюры были очень дешевыми, и некоторые раздавались вообще бесплатно. Ну, собственно, в 1884 году Пашков и Корф решили организовать съезд. Что это было за съезд? Они решили собрать различные евангельские движения, такие, как, собственно, пашковцы, баптисты, молокани, штудисты, братские менониты. У Пашкова была идея соединить все евангельские движения в одно. Это была одна из целей съезда. К сожалению, съезд прервался. Около ста человек было присутствовало на этом съезде. И, как подмечалось, уже читали за спину не Корфа, Корфу и Пашкову поставили ультиматум «Либо вы прекращаете свою религиозную деятельность, либо мы вас высылаем из России». Естественно, Пашков остался верным своим религиозным убеждениям и в 1884 году был изгнан из России. Ну, собственно, документы из Центрального постарственного архива Республики Казахстан, в котором указано, что по указу Александра Третьего общество в поощрении духовно-рассовного чтения должно закрыться и должны пашковцев преследовать и не давать им собираться. Ну, стоит отметить, что все равно пашковцы продолжали издавать брошюры, так как встречаются брошюры с годами издания 1887-х и других годов трудуют после 1884-го. Ну, опять-таки, тезисно обозначу жизнь за границей. Там он продолжает свою религиозную деятельность, сотрудничает с Армией спасения, помогает различным миссионерам, в том числе известному миссионеру Тейлору. Он оказывает помощь российским верующим, по большей части материально. В 1887 году поезжает в Россию на три месяца по своим делам в поместьях. Ну, коротко обозначу, что очень много ошибок в историографии. Кто-то пишет, что он приехал в 1887 году. Вообще, ошибок очень много. Сейчас даже читали восстановление Корфа, и Корф пишет, что он умер в 1907 году. По-видиму, Корф запамятовал, потому что мы знаем, что он умер в 1902 году. Вообще, это очень большая проблема с ошибками, и с этим нужно бороться. очень много есть ошибок из-за того, что историки не работают с первоисточниками, а просто компилируют друг другу факты. Дальше. Так как, опять-таки, у меня было очень мало времени, я решил показать роль и место Василия Александровича Пашкова вообще в евангельском движении в России. То, что его выделяло, то, что было, на мой взгляд, уникальным в этом движении и вообще в этой личности. Первое, это я выше обозначал, это идея единства всех евангельских верующих. То есть, он действительно хотел соединить все движения в одно, чтобы оно было едино. Он отделал отсылку молитвы Христа, в Веселанском саду добудут все едины, какие мы едины. Вот. Затем, большая материальная помощь, это и частные письма в архиве Пашкова, с которым мне удалось работать. Есть письма с просьбой о материальной помощи. Таким людям, как благовестник, он помогал, простым людям просто, которым нуждались. Также баптисты получают от него материальную помощь. Кстати, первый съезд баптистов Новый Васильев в 1887 году, который проходил там дом, был построен в том числе на средство Пашкова. Опять-таки, социальное служение именно пашковцев и Пашкову, как руководитель этого движения, было характерно активное широкое социальное служение. Это помощь бездомным, те же швейные мастерские, дешевые столовые и так далее. Ну, опять-таки, книги издательской деятельности, это общество поощрения духовно-народственного чтения, это был мощный просто аппарат. И эти брошюры имели большой успех, и паптистов, тех же штундистов, такого не наблюдается. Тоже этим уникальным движением. Ну, и я решил все-таки посоветовать, если вас эта тема заинтересовала, что почитать по данным теме, ну, наверное, начальный уровень, я думаю, воспоминания Софии Ливин и Модеста Модестевича Корфу. Стоит заметить, что вот это издание, оно ближе всего приближено к оригиналу, потому что существует немало воспоминаний Корфа, и там есть много разночтений, и, по моим данным, вот это ближе всего к оригиналу. Также классическое исследование американское было историком Шевелкарада, философия служения полковникова Пашкова. Ну, если вы хотите более детально изучить данное движение, то я вам советую сайт страницы истории, там написаны очень серьезные статьи, на мой взгляд, ведущего специалиста Васильева Пашковца, историка Владимира Степанова, который здесь присутствует. Ну, следующий слайд. Ну, вот, собственно, здесь фотографии эти, вот, духовное проживание в России, издано, по-моему, в 16-м году тем же издательством Света на Востоке. Вот философия служения полковника Пашкова. Есть ли все эти книги, есть ли кто-нибудь он увидит в интернете. Собственно, вот этот слайд, про который я говорил. На этом у меня все, я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...